Библейский портал экзегет.ру представляет Послание Иеремии. Буду читать для библейского портала экзегет синодальный перевод, потому что в современных переводах, которые я обычно выбираю, нету этого послания. Почему его нет? Потому что оно вообще как-то в Библии немножко сбоку. Оно считается неканоническим. В католических библиях она вообще идет как приложение книги пророка Варуха, ее часть. Ну, в православных она публикуется, эта книга отдельно. Но все равно как-то вот она так... Что такое послание Иеремии? Ну, Иеремия, понятно, кто это, великий пророк, живший в VII-VI веках, когда надвигалась вавилонская угроза, нашествие, над Иерусалимом сгущались тучи. Он об этом как раз говорил, потом Иерусалим был разрушен. И, соответственно, вот вся эта история у Иеремии на глазах и состоялась. Такой очень печальный пророк. И вдруг какое послание? Зачем это послание нужно? Я думаю, что Иеремия не имеет прямого отношения к этому тексту. И, скорее, он составлен как бы от имени Иеремия. До нас он дошел на греческом языке. Еврейского оригинала нет, конечно. Иеремия на древнееврейском писал бы это. Но для греков как раз более позднего времени, для грекоязычных евреев точнее, это очень важное послание. Потому что евреи эллинистических времен живут по всей греческой, вот этой вот грекоязычной, восточной, Средиземноморской области. И они видят языческих богов, которых почитают местные народы. При этом понятно, что Вавилон когда-то был центром культурным, религиозным, политическим. А теперь много таких центров новых. Александрия, Антиохия, блестательные эллинистические города. И Иерусалим, который к этому моменту, ну, собственно говоря, он утратил свой какой-то блеск. Он существует, он стоит. Ну, маленький городок, ну, как Иерусалим с Александрией сравнить с великолепной. Ну, и какая-то такая провинциальность. Да, вот у нас в Иерусалиме, вот, наверное, тоже надо сделать, как в Александрии и в Антиохии. Да, и были такие попытки. Маковейские книги это прекрасно описывают. Вот для того времени это очень важный, хороший текст. Мне кажется, что это времен эллинистических. А Иеремия просто, как тот главный пророк времен разрушения Иерусалима, который авторитетен, к которому прислушиваются. Еще раз говорю, книга не каноническая. То есть в состав Библии она включается так как бы условно, где-то на границе Библии находится. Список посланий, да, то есть это копия, которая послала Иеремия к пленникам, отвозимым в Вавилон царем вавилонским, чтобы возвестить им, что повелено ему Богом. Вот так оформлено как документ, который Иеремия отправляет. То есть даже не сказано, что это, собственно, текст Иеремии. Это копия. Копия уже, может быть, литературно обработанная. Да, то есть редактура некоторая была сделана. Да и было ли это послание, мы не знаем. Ну, может, и было, почему нет. За грехи, которыми вы согрешили перед Богом, будете отведены пленниками в Вавилон, но уходоносором царем вавилонским. Войдя в Вавилон, вы пробудете там многие годы и долгое время, даже до семи родов. Ну, понятно, что там основная часть пробыла 70 лет, но кто-то же и остался, да, не все вернулись. После же всего я выведу вас оттуда с миром. Теперь вы увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых, и деревянных, носимых на плечах, внушающих страх язычникам. Действительно, в Вавилоне были эти шикарные процессии с богами, которые ходили по главной улице периодически. Берегитесь же, чтобы и вам не сделался подобными иноплеменниками, чтобы страх пред ними не овладел и вами. Видя толпу спереди и сзади их, поклоняющуюся пред ними, и скажите в уме, тебе только должно поклоняться владыка. То есть, в виде языческих богов и их поклонников молитесь при этом своему богу. Ибо ангел мой с вами, и он защитник душ ваших. Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото и серебро, но они ложные и не могут говорить. Но дальше пойдут вот как раз эти классические обличения, то есть, что идолы безгласные, недвижные и так далее. И как бы для девицей, любящие украшения, берут они золото и приготовляют венцы на голову богов своих. Бывает также, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро, и употребляют его на себя самих. Ну да, столько всего в храме хранится, дай-ка, я думаю, жрец возьму себе немножечко этого золота. Уделяют из того и блудницам под их кровом, украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя обличены в пурпуровую одежду. Обтирают лицо их от пыли в капище, которой на них очень много. Представляете себе уборщицу с тряпкой, которая вытирает лицо бога. Идола, конечно. Имеет и скипетр, как человек, судья страны, но не может умертвить виновного пред ним. Имеет меч правой руки, секиру, а самого себя от войска и разбойников не защитит. Отсюда познается, что они не боги. Итак, не бойтесь их. Ибо как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их. После того, как они поставлены в капище, глаза их полны пыли от ног входящих. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть. Ну, то есть, человека ведут казнить и запирают его дом, заколачивают. Так капищи их охраняют жрецы с их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Такое унизительное сравнение, что храмы охраняют, как бы заколачивая дом приговоренного. Зажигают для них светильники и больше, нежели для себя самих. Они ни одного из них не могут видеть. Они как бревно в доме. Сердца, говорят, точат черви земляные и съедают их самих и одежду их, а они не чувствуют. Ну, деревянный бог, он, естественно, их здесь какой-то там жучок-караед заводится, то он съедает его. Лица их черны от курения в капищах, от воскурений, конечно, на них копоть. На тело их и на голову их налетают летучие мыши, и ласточки, и другие птицы. Лазают также по ним и кошки. Вот, кстати, в канонических книгах Библии кошки нигде не упомянуты, а в послании Иеремии есть такой уникальный случай. Из этого разумеете, что это не боги. Итак, не бойтесь их. Если кто не очистит ржавчины золота, которым они обложены для красы, то они не будут блестеть, и когда выливали их, они не чувствовали, то есть отливали статую литую. За большую цену они куплены, а духа нет в них. Без ноги они носятся на плечах, показывая через то свою ничтожность людям. Посрамляются же и служащие им, потому что в случае падения их на землю сами собой они не могут встать. Так же, если бы кто поставил их прямо, не могут сами собой двигаться, если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться. Но как пред мертвыми полагают перед ними дары. Жертвы их жрецы продают и злоупотребляют ими. Но поскольку жрец восприжается жертвой, он может ее и продать, или что-то с ней еще сделать. Равно и жены, их часть из них солят и ничего не уделяют ни нищему, ни больному. Приносят жертву животные, и, соответственно, они это все для себя употребляют. К жертвам их прикасаются женщины-нечистые родильницы. Для ветхозаветного человека это осквернение. То есть женщина в период месячных или после родов, до очищения она ритуально нечиста. Итак, познав из всего, что они не боги, не бойтесь их. Как же назвать их богами? Женщины приносят жертвам этих серебряным и золотым деревянным богам. И в капищах их сидят жрецы в разодранных одеждах с обритыми головами и бородами, и с непокрытыми головами. Ревут они с воплем пред своими богами, как и на напоминках по умершим. Возможно, какие-то экстатические культы, когда они раздирали одежду и что-то выкрикивали, но похоже на похороны, где делают то же самое. Некоторые из одежды к жрецы берут в себе и одевают имя своих жен и детей. И, если испытывают от кого-либо зло или доброе, идолы, да, не могут воздать, не могут поставить царя, а не изложить его. Равно ни богатству, ни даже мелкой медной монеты они не могут дать. Если кто, обещав им обед, не исполнил бы его, не взыщут. От смерти человека не избавят, ни слабейшего усиленного не отнимут. Человеку слепому не возвратят зрение, человеку в нужде не помогут. Вдове не окажут сострадание, и сироте не сделают добра. Видите, здесь исцеление разного рода телесных болезней, но одновременно и социальной несправедливости. Вдовы, сироты, да, они никак не помогут им. Как же можно подумать или сказать, что они боги? К тому же сами халдеи, халдеи — это одно из названий вавилонин, обращаются с ними непочтительно. Они, когда увидят немого, не могущего говорить, приносят его к валу и требуют, чтобы он говорил, как будто он может чувствовать. И не могут они, заметив это, оставить их, потому что не имеют смысла. Есть такой немножко корявый перевод. Ну, видимо, вот какие-то попытки исцелить этих самых немых перед языческими идолами, которые ничем не заканчиваются. Женщины, обвязавшись тростниковым поясом, сидят на улицах, сожигая курение и заливка в их зерен. Какая-то форма воскурения, вот очевидное божественного назначения. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим, переспит с ним, попрекает своей подруге, что они удостоены того же, как она и что перевес сегодня разорвана. Это, видимо, некоторые ритуальные блудницы, которые, ну, обслуживают, скажем так, проходящих мимо мужчин и считают, что это форма их служения какому-то божеству. И такое тоже было. Все совершающееся у них ложно. Посему как можно думать или говорить, что они боги. Устроены они художниками и плавильщиками золота, ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их делать художники. То есть человек их создает по образу своему, а не наоборот. И те, которые приготовляют их, не бывают долговечны, смертны. Как же сделанные ими могут быть богами? Они оставили по себе лоши срам своим потомкам. Когда постигают их беды и бедствия, жрецы совещаются между собой, где бы скрыться с ними. То есть, если нападает враг, они уходят в какое-то убежище, уносят богов, вместо того, чтобы, наоборот, обратиться к ним за помощью. А как же не понять, что те не боги, которые самих себя не спасают ни от войн, ни от бедствий. Так как они деревянные и оправленные в золото и серебро, то можно познать, что они ложь. Всем народам и царям сделается ясным, что это не боги, а делорук человеческих, и в них нет никакого действия божественного. Кому же после всего непонятно, что они не боги? Да, вот много аргументов, но все довольно однотипные. Царя стране они не поставят, дождя людям не дадут, суда не рассудят, обидимого не защитят, будучи бессильны, как вороны, находящиеся между небом и землей. Ибо и в том случае, когда подверглась бы пожару капище богов деревянных или оплавленных в золото и серебро, жрецы их убегут и спасутся, а сами не как бревна в середине сгорят. Ну и расплавятся, если вот они и золотом, и серебром снаружи обиты. Ни царю, ни врагам они не могут противостоять. Как же можно принять или подумать, что они боги? Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себе. Эти боги, деревянные, оправленные в серебро и золото, превосходя их силу, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них и уходят с добычей, а эти себе самим не в силах помочь. То есть, если вор проникает в храм, то сдирает с них золото и серебро и уносит. Как же можно думать, что это настоящее божество? Поэтому лучше царь, высказывающий мужество, или полезный в доме сосуд, который употребляет хозяин, нежели ложные боги. Царь как тот, кто обладает властью, и сосуд тот, кто обладает пользой. Или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги. Или лучше деревянный столб в царском дворце, нежели ложные боги. Элемент архитектуры, но дверь она защищает, столб поддерживает. Да, вот защищать и поддерживать тоже функция, которая, казалось бы, свойственна божествам. Солнце и луна и звезды, будучи светлые, посылаемые ради потребности, благопослушны. Также и молния каждый раз, как является ясно-видимым, также ветер во всякой стране веет. Здесь он перечисляет явления природы, которые часто обожествлялись язычниками, и он показывает, что они послушны Творцу, то есть это силы, которые действуют в природе, но не божества, которые управляют этим миром. И облака, когда повелит им Бог пройти над сию Вселенную, исполняют повеление. Тоже огонь, свыше неспосылаемый для истребления горы и лесов, делает, что назначено. Очевидно, это пожар от молнии, а эти неподобны им ни видом, ни силами. Почему можно подумать или сказать, что они Боги, когда они не сильны ни с удара судить, ни добра делать людям? Итак, зная, что они не Боги, не бойтесь их. Царей не проклянут, не благословят, знамени не покажут на небе и перед народами, не осветят, как солнце, и не осияют, как луна. Звери лучше их, они, убегая под кровь, могут помочь себе. Итак, ни из чего не видно вам, что они, нам, что они Боги, посему не бойтесь их. Как пугало в огороде ничего не сбережет, так и их деревянные, оправленные в золото и серебро, Боги. Пугало, уже тогда, видимо, использовали, оно птицам издалека кажется фигурой человека, а эти идолы издалека кажутся людям фигурой Бога. Настолько же наивно, равным образом их деревянные, оправленные в золото и серебро Боги, подобно терновому кусту в саду, на который садятся всякие птицы, также и трупу, брошенному восьми. То есть птицы могут сесть на этого идола, и он мертвый, поэтому он как труп. Из пурпура и червленицы, которые сливают на них, это дорогие виды тканей, вы можете уразуметь, что они не Боги, да и сами они будут, наконец, съедены, будут позором в стране. Вот, видимо, эти жучки, которые точат деревянные статуи. Итак, лучший человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора. Вывод понятен. Ну, послание Иеремии, наверное, утратило свою актуальность, потому что в наши дни идолам вроде бы никто не поклоняется, а если поклоняется, то не статуям. На самом деле, идолов творить люди любят. Это, допустим, какие-то знаменитые, ну, кто угодно, спортсмены, артисты, политики, которые воспринимаются как идеал абсолютный, да, которым фактически молятся. Или идеи, да, какая-то идеология может стать идолом, ей приносятся в жертву люди. Мы не раз это видели в истории нашей страны. Или могут стать идолами какие-то изначально даже достойные вещи, когда жизнь ради искусства или ради чего-нибудь еще такого. Ну, вот человек, собственно, идет на все, лишь бы вот почтить некую высокую идею, свою высокую цель, свой идеал, свой принцип. Но это не идолы в физическом смысле слова, поэтому сегодня это послание надо было бы писать по-другому, говорить вот об этих знаковых общественных фигурах, об этих идеологиях, об этих понятиях, служениях и всем прочим, что легко идолизируется, идеализируется, а потом идолизируется, превращается в идеал и потом в идола. Но Иеремия, если даже он был автором этого письма, писал еще более простую ситуацию, мы зато, читая это послание, можем представить себя как очень легко из всего того, что для нас ценно и важно. Мы делаем иногда идола, начинаем ему служить, да и приносить в жертву то, чем мы располагаем силами, временем, эмоциями, да и многим другим вплоть до материальных объектов. Ну что ж, в этом послании всего одна глава, поэтому на этом его прочтение закончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok